красотки привет я рада видеть вас на моем канале ginger box и сегодня я экспромтом таким с первого дубля буду записывать видео ответ на ваши вопросы которые вы задавали в контакте и в инстаграме я заранее хочу извиниться за вот весь вот этот вот антураж дело в том что я совершенно ничего не успеваю поэтому записываю как я сказала с первого дубля сидя в машине и сзади у меня резина которую мне нужно поменять уже сто лет ну как бы сами понимаете времени мало ну во первых я хочу на самом деле поблагодарить всех кто задавал вопросы да потому что мне безусловно приятен ваш интерес приятно что вы отзываетесь на мои какие-то предложения да там комментарии и так далее и я конечно же постараюсь ответить всем и надеюсь что у меня это получится и давайте начнем первый вопрос был какие мне нравятся страны в которых я бывала и в какие ехать не стоит ну на самом деле ехать стоит мне кажется во все страны потому что в любом случае до познание мира это одно из самых больших удовольствий в жизни вот единственное что конечно если вы молоденькая девушка и вы без родителей без молодого человека без мужа наверное не стоит ездить в арабские страны поскольку да культура там несколько иная традиции а так в общем стоит ездить по всем странам если у вас есть такая возможность это всегда интересно это всегда что-то новое а из тех стран которые мне очень нравится ну во первых все наверно уже знают что я фанат испании мне безумно нравится испании я надеюсь что когда-нибудь я там буду жить португалия очень красивая страна вот потом ну мне нравится италия то есть мне нравится все страны где такие знаете горячие люди такие темпераментные да где двери для всех всегда открыты где люди любят веселиться гулять улыбаться смеяться и так далее вот хотя на самом деле европа вся очень красивая по ней можно гулять бесконечно а скажем так азия это ну экзотика это тоже в этом есть кое-что свое так второй вопрос был с какого года я занимаюсь бьюти блогерством видео блогерством почему я это начала делать стоит ли начинать ну начала я заниматься видео блогерством только в этом году в 2015 причем буквально пару месяцев назад почему я это начала делать потому что мне ну я 8 лет работаю в рекламе скажем так это уже немножечко мне приелось надоело и очень хотелось начать делать что-то для себя для души поскольку я увлекаюсь в общем-то бьюти индустрии да много об этом знаю и могу поделиться своим опытом а также я очень люблю общаться я поняла что бьюти блог видео блог это как раз такой формат для меня который будет приносить мне много удовольствия да и поможет мне делиться своим опытом с большим количеством людей вот и в общем то я ни разу не пожалела об этом считаю что это было очень правильное решение мне очень нравится общаться со своими подписчиками со своими друзьями да уже мне очень нравится что мы всегда в контакте мне нравится что я могу рассказать вам о том о каких-то процедурах от каких-то продуктов да которые мне понравились которые не понравились мне нравится что я могу дать кому-то совет да я надеюсь что вы конечно не слепо им следуете да ну прислушивайтесь стоит ли начинать ну я считаю что все индивидуально если однозначно стоит начинать если ваша душа лежит к этому если вам нравится вот эта бьюти индустрии нравится общение то конечно стоит начинать вот если это делается ради того чтобы просто не отставать от других людей то нет я думаю что не стоит что я думаю по поводу российского кинематографа нравится ли он мне какой жанр я предпочитаю я отвечу честно российский кинематограф я пока не оценила то есть я все-таки склоняюсь к зарубежному кинематограф в частности в основном американскому наверное я люблю очень блокбастеры как бы люблю вот получать эмоции от просмотра кино поэтому наверное все-таки американский кинематограф но я не 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 скажем так я допускаю возможность того что через какое-то время я все-таки захочу узнать что-то подробнее о нашем кинематографе то что но на текущий момент все что я смотрела какие-то комедии ну скажем так мне средненько мне не очень нравится я не вижу не могу припомнить каких-то супер гениальных актеров режиссеров может быть это связано как раз тем что я не сильно интересуюсь им вот тем не менее я очень люблю например я считаю что русские какие-то развлекательные сериалы и передачи они вполне имеют место быть вполне успешны да и какой-нибудь comedy club comedy woman мне очень нравится поднимает настроение до интерны там какие-то такие вот сериалы тоже достаточно легкие веселые почему нет а вот с кинематографом конечно с полнометражными фильмами не очень на мой взгляд далее какой косметика я пользуюсь и высыпаюсь ли я ну как я говорила я стараюсь пользоваться косметикой минеральной до натуральной которая не закупоривает поры которые одновременно уходовая да то есть например такие как лаур мерсье например джейн айрдейл так что мне еще в последнее время нравится ну какие-то вот моменты там скульптурирующие например всякие средства все-таки make up forever да такие проверенные вот маг где-то а вот на каждый день я пользуюсь легкими достаточно средствами что касается декоративки что касается уходовой косметики сейчас у меня прекрасные дневной ночной кремики от grs это наша косметика но очень неплохая медик эйд у меня которым я безумно довольна там всякие сывороточки тоже дневные ночные кремики натурабиса испанская косметевтика мне нравится что еще что еще что еще ну наверно пока все что я могу припомнить а по поводу высыпаюсь ли я ну скажем так имея две работы мужа до семью там и еще какие-то ну спорт танцы и так далее не всегда получается выспаться но на самом деле я стараюсь высыпаться потому что для женщины сон это это все это наша красота это наша молодость так дальше три правила в моей жизни три правила моей жизни три правила моей жизни это не переедать заниматься спортом высыпаться и быть счастливой получается 4 правила но это вот такие основные да потому что не переедать это мое основное правило до чтобы похудеть или держать себя в форме не Не обязательно не есть ничего вообще. Не обязательно не есть мучное или сладкое, или еще что-то. Достаточно просто уменьшать свои порции в два раза. Заниматься спортом – это обязательно, потому что это и гарантия вашей молодости, гарантия подтянутой кожи, хорошего настроения, это эндорфины, это молочная кислота. На самом деле спорт – это наше все. Без спорта ни иммунитета не будет, ни красоты, ничего. Так, что высыпаться, да, как я сказала, для женщин – это очень важно. Сон с 11 часов вечера до 12, ну скажем так, до 12 сон вообще, до 12 ночи, например, с 10 до 12 – это самый здоровый сон. Уж я не помню, что там выделяется, какие гормоны, какие антитела или еще что, но однозначно могу сказать, что сон для женщины – это все. Ну и быть счастливой – это главное правило, мне кажется, должно быть в жизни любого, человека жить здесь и сейчас и стараться не мечтать о каких-то, не знаю, о каком-то сказочном будущем, а уметь наслаждаться тем, что вы имеете сегодня, текущим моментом, да, и тем, что с вами происходит. Жить здесь и сейчас и быть счастливой. Какие мужчины-видеоблогеры мне нравятся? Ну, тут я на самом деле, наверное, ничего оригинального не скажу, правда, дело в том, что я вообще в принципе мало мужчин-видеоблогеров знаю, из тех, кого я знаю, это Макс плюс 100-500, и this is хорошо. Мне кажется, ребята классно делают свою работу, да, они действительно такие веселые, ну, скажем так, комичные персонажи, которые умеют хорошо разговаривать на камеру, у которых все в порядке с чувством юмора. Ну и Макс плюс 100-500 – это вообще первооткрыватель видеоблогерства в России, да, это парень, который смог от кулинарной школы до миллионов выручки дойти, просто вот уважуха, а так я совру, если скажу, что я прям наблюдаю за какими-то мужчинами-видеоблогерами. Нет, я этого не делаю, вот, поэтому вот кого знаю, того назвала. Силиконовые ли у меня губы? Губы у меня не силиконовые, губы у меня – это то, чем наградила меня природа, и небольшая коррекция косметолога, но силикона в них нету, как бы, я не знаю вообще, кто сейчас делает силиконовые губы. Так, и какие марки одежды я предпочитаю? Здесь такой интересный вопрос. Я, на самом деле, предпочитаю миксовать дорогие марки с масс-маркетом. Из дорогих марок, ну, у меня достаточно недешевые сумки и обувь, вот, какие-то кожаные куртки, вот, это, там, ну, среди обувных брендов мне очень нравится Джимми Чу, идеальная для меня колодка, и в Сен-Лоран мне подходит, очень редко лабутены. Вот, из сумок мне нравится Филипп Лим, Шанель, и в Сен-Лоран, опять же, что у меня еще есть? Что у меня еще есть? Есть Габбана и Стелла Маккартни. Очки тоже я предпочитаю дорогие, мне кажется, что очки должны быть дорогие. Рейбен у меня есть, есть, так, на голове сейчас, а, Рейбен как раз, Прада мне очень нравятся очки. А вот что касается одежды, да, каких-то вот таких базовых вещей, как, там, футболки какие-то, там, не знаю, кофты, мне очень нравится Марк Кейн, ну, и всякие базовые бренды, опять же, такие, как Зара, Манго, это я тоже ношу. Вот у меня, например, на мне сейчас топ-шоп кофточка, дальше не буду говорить, потому что дальше не видно. И хотелось бы особенно отметить тех, кто досмотрел это видео до конца, и девчонок Юлю Грушину и Сашу Кондроценко. Надеюсь, я правильно назвала ваши имена. У девчонок вчера, 14 июня, был день рождения. Девчонки, с днем рождения вас. Я хочу сказать, что я стараюсь быть внимательной к своим подписчицам и подписчикам. И я заметила в комментариях, что у вас дни рождения были, поэтому я вас поздравляю. Я желаю вам, девчонки, быть счастливыми, быть красивыми и, главное, быть здоровыми. Продолжайте смотреть мой канал. Я надеюсь, что вам это всем нравится. Я надеюсь, что я хоть иногда говорю что-то для вас полезное, но и хоть немножко радую ваш глаз, поднимая вам настроение. Поэтому, если это так, если я опять подняла вам настроение, если вам понравилось это видео или, может быть, я, то ставьте мне лайк. И обязательно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписался. И комментируйте это и все другие видео. Я очень готова и открыта к коммуникации. Всегда готова дать вам фидбэк, дать какой-то совет, может быть, подсказать что-то. С вами была Марина Джинджер. Это был видео-ответ на ваши вопросы. И я желаю вам всего самого красивого. Пока!